Привет! В ходе этого урока мы научимся получать данные от пользователя, а также взаимодействовать с ними. Кроме того, мы создадим небольшой кальпулятор на основе языка Java. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. В первую очередь мы давайте научимся с вами получать данные от пользователя. Для получения данных нам нужно использовать класс, что называется Scanner. Сам по себе этот класс не является автоматически импортированным в файл, а соответственно прежде чем его использовать, нам его нужно в самом верху нашего файла подключить, импортировать. Чтобы нам импортировать какой-либо класс, нам нужно прописать здесь вверху ключевое слово import, то есть мы говорим, что мы что-либо импортируем, а далее мы говорим откуда мы импортируем. Смотрите, в будущем мы сможем создать разные файлы вот здесь и сможем из своих же файлов что-либо импортировать. Но на данный момент у нас нет вот этих дополнительных файлов и в принципе они нам сейчас не нужны. На данный момент нам нужно импортировать класс Scanner из встроенных классов, что существует в самой Java. И поэтому мы здесь просто обращаемся как бы к встроенным вот этим вот папкам, встроенным как бы файлам. Для этого мы просто обращаемся к Java, дальше мы обращаемся к Util и далее мы обращаемся к классу Scanner. Вот таким вот образом. После этого в конце ставим точку с запятой. На данный момент это все у меня выделяется серым, потому что данный класс я импортировал, но его не использую внутри проекта. Поэтому как бы он нам подсказывает, что зачем его, мол, импортировали. Вот. Но я его главное импортировал и теперь чуть ниже я здесь могу уже использовать этот класс и могу на его основе создавать объекты. Ну а в дальнейшем смогу уже и получать данные от пользователя. Это мы как раз сейчас с вами и будем делать. Так вот смотрите. В первую очередь нам нужно создать объект на основе этого класса. Опять же, что такое объекты, зачем их создавать и как они вообще работают. Мы об этом всем еще будем говорить с вами более детально, когда приступим к теме OOP. У нас будет на это несколько уроков в этом курсе, ну и соответственно там мы это рассмотрим. На данный момент мы давайте просто создадим объект, особо не будем внедряться, что это такое. Ну а уже позже в будущих уроках мы изучим, что такое объекты и зачем они нужны. Чтобы нам создать объект, мы просто указываем тип данных. В качестве типа данных здесь используется сам вот этот класс. То есть вот раньше мы использовали там типы данных integer, short, byte и так дальше. А здесь мы в качестве типа данных используем как бы сам класс, сканер в нашем случае. Далее указываем название для объекта. Название для объекта может быть каким угодно. Я предположим, давайте назову этот объект как in, ну или давайте возможно давайте ему дадим название как scan. И дальше мы должны установить для него значение. В качестве установки значения мы выделим память под объект. Опять же, на данный момент давайте не будем задумываться, зачем это выделение памяти и что оно делает. Мы об этом всем чуть позже поговорим. То есть мы просто прописываем ключевое слово new, выделяем память. Выделяем память под сам по себе вот этот класс сканер. И в конце указываем круглые скобки. Сюда же нужно еще передать один параметр. Этот параметр он выглядит следующим образом. Это system in. То есть мы как бы говорим о том, что мы будем получать от пользователя данные. То есть они будут к нам поступать. Данная строчка кода немного запутанная, но как только мы приступим к OOP, то вся эта строчка кода станет намного более понятной и простой. На данный момент просто знайте, что мы создали объект на основе класса сканер. И через этот объект мы уже можем получать какие-либо данные. Теперь мы давайте с вами сейчас сделаем вот что. Мы обращаемся к scan и предположим, что я хочу получить от пользователя некую строку. Для этого мне нужно обратиться к такому методу, который называется как next line. То есть мы обратились к объекту, мы через точку обратились к определенному методу этого объекта. И здесь просто записали еще опять же круглые скобки. Если сейчас это все запустить, то мы заметим с вами следующий результат. Наша программка, она откроется, но вы видите, что не выдается кода ошибки. Код ошибки не выдается по той причине, что сейчас программа ожидает от нас некого ввода. То есть как только я здесь введу некие данные, ну допустим я введу здесь строку hello, и как только я нажму на enter, то в таком случае вот эта строчка кода считается обработанной. То есть мы как бы получили данные от пользователя. И как только мы их получили, у нас программа завершается. Так как дальше у нас уже нет никакого кода, ну и конечно же программа просто завершается. То бишь при помощи next line мы уже научились получать от пользователя некую информацию. В нашем случае мы научились получать от пользователя целую строчку текста. Окей, с этим разобрались. Теперь я бы хотел сделать вот что. Я давайте вот здесь чуть выше пропишу следующий текст. Давайте мы даже не println будем использовать, а просто print. Здесь я пропишу следующее. Введите ваше имя. И мы будем получать у пользователя его как раз имя. Чуть ниже, соответственно, мы будем просить, чтобы пользователь ввел это имя. А также мы это имя давайте сразу будем сохранять в некую переменную. Ну и эту переменную я, допустим, назову как username. Вот таким вот образом. И опять же, еще чуть ниже мы будем выводить само это имя. И чтобы вывести имя, мы просто пишем, что привет, запятая. И дальше выведем то имя, которое ввел пользователь. Ну а чтобы вывести то имя, которое ввел пользователь, мы выводим саму переменную username. То есть логика у нас простая. Изначально вводим некий текст для пользователя. Дальше получаем от него информацию. Эту информацию помещаем в строку. И чуть ниже саму эту информацию мы и выводим пользователю. Вот такая вот у нас уже здесь будет небольшая программка. Итак, вот он просит ввести имя. Мы давайте здесь введем John, ну предположим. И вот он пишет, привет, John. Все обрабатывается абсолютно корректно. То есть мы уже получаем данные от пользователей. И уже даже с этими данными взаимодействуем. Выглядит это все достаточно неплохо. Сейчас мы научились получать строку от пользователя. Для этого используется метод nextLine. Даже если я сейчас запущу программу и попытаюсь туда ввести число, ну предположим 45. Это 45, оно все равно будет представлено в формате строки. То есть будут добавлены вот такие как бы кавычки к этому числу. И по этой причине мы все равно получим не число, а именно получим все равно строку. Если вдруг в будущем вам необходимо получить именно от пользователя некие числа, то в таком случае нужно будет использовать другие методы. Вот давайте мы пока предыдущий весь код закомментируем и создадим просто некую переменную. Пускай она будет называться как num1. И сюда же я хочу получить от пользователя некое число. Для этого я использую такой метод, который уже будет называться как nextInt. За счет этого метода мы с вами будем получать всегда значение, которое будет преобразовано к типу данных integer. И здесь есть одна небольшая загвоздка. Вот смотрите, если на данный момент мы запустим программу, и если я здесь введу число, причем это будет целое число, предположим 45, то все обработается корректно. Вот я ввел число, вот у нас все обработалось верно, программа завершилась без ошибок. Но если вдруг я запущу программу и введу не число, а введу, например, некую строку, ну давайте даже вот что-то в таком духе введу, то, конечно же, у нас будет выдаваться ошибка, потому что мы ожидали с вами получить число, пользователь ввел строку, строку невозможно было поместить в тип данных integer, и вот у нас выдается ошибка. Избавиться от подобных ошибок можно при помощи исключений. На данный момент мы с вами исключения затрагивать не будем, и просто будем предполагать, что наш пользователь, он просто супер хороший пользователь, и всегда вводит именно то, что его будут просить. Просят число, он ввел число. В будущем вы сможете еще ознакомиться с исключениями, и за счет исключений мы уже научимся просто обрабатывать подобные ошибки. Например, когда мы ожидаем число, пользователь вводит строку, мы научимся обрабатывать подобные ошибки, и тогда будем уже взаимодействовать с пользователем, если он вводит что-либо не так. На данный момент давайте будем предполагать, что все пользователь вводит корректно. Так вот, смотрите, для получения строки используется nextLine, для получения числа используется nextInt, и если вы вдруг хотите, например, получить не просто integer, а хотите получить, например, byte, ну вот давайте тоже создадим такую переменную, то в таком случае существует еще один метод, он называется nextByte. По факту здесь для каждого типа данных существует свой определенный метод. Вот, например, я могу даже создать boolean, и пускай эта перемена будет называться как просто b, и здесь для получения boolean мы просто с вами используем nextBoolean, то есть существует тоже специальный вот такой вот метод. В общем, в зависимости от того, какой тип данных вам нужно получить, вы сможете использовать разные методы. Например, тот же самый float, существует метод nextFloat, и так далее. То есть в зависимости от того, что вы хотите получить от пользователя, вы будете использовать разные типы данных. Теперь же мы давайте немного отойдем от темы получения данных, и рассмотрим с вами различные математические операции, что можно проделывать в Java. Для начала нам нужно создать несколько переменных. Предположим, что будем использовать тип данных short. Конечно же, можно и другие типы данных использовать, но допустим, давайте будем использовать именно этот тип. Здесь мы создаем несколько переменных. У первой переменной пускай будет значение как 50, а также мне необходимо создать еще одну переменную, и поскольку типы данных у этих двух переменных будут совпадать, то я могу их записать в одну строку. Просто прописываю запятую, создаю вторую переменную, добавляю значение, и вот готово. У нас созданы две переменные. Также, возможно, давайте даже создадим еще и третью переменную. Есть значение, никакого по умолчанию добавлять не будем. Ну и в эту переменную мы будем помещать уже результат в выполнении какого-либо математического действия. Итак, теперь мы давайте выполним сложение двух чисел. Для этого мы просто обращаемся к первой переменной, указываем знак плюс и добавляем к ней вторую переменную. Вот и все. Этого хватит, дабы нам выполнить процесс сложения. Но когда мы прописываем такой код, у нас выдается ошибка. Эта ошибка, она связана с тем, что когда мы с вами выполним сложение первой и второй переменной, может так получиться, что мы выйдем за допустимый диапазон, что существует в типе данных short. Поэтому, если вот навести, например, мышью на эту ошибку, он нам говорит о том, что вместо short вы лучше используете integer. То есть для переменной res нам нужно использовать тип данных integer. Поэтому мы давайте удалим саму эту переменную res, и вот здесь мы как бы ее будем создавать с вами, и сразу же будем выполнять некое действие. Так тоже можно делать. То есть в качестве значения для этой переменной мы устанавливаем некое действие, а именно сложение двух других переменных. В таком случае ошибка исчезает, и теперь мы действительно сможем заметить некий результат. Давайте это мы все еще с вами будем выводить на экран. Здесь напишем результат, двоеточие, и дополнительно будем, конечно же, выводить саму эту переменную res. При выполнении кода мы замечаем вполне ожидаемый результат. У нас выводится значение 60. Это как раз сумма сложения двух наших переменных. Помимо сложения мы можем также производить вычитание, для этого указан знак минус. Также можем выполнять умножение, ну и, конечно же, можем выполнять деление. С делением здесь не все так однозначно. Вот предположим, что второе число у нас пускай будет как 33, и если на данный момент все вот так вот запустить, то мы заметим то, что все те значения, которые у нас будут после точки, они попросту обрезаются и не показываются пользователю. У нас как будто сейчас получается, что если 50 разделить на 33, получается значение 1. Это, конечно же, не так, но поскольку мы используем тип данных integer и short, то есть целочисленные типы данных, то все, что после точки, оно просто обрезается. Если мы хотим, чтобы был результат еще после точки, то в таком случае, что там, что там, нам нужно использовать тип данных float, и если такое сейчас запустить, то заметим результат, что у нас еще будут значения после точки. Видите, вот как раз все обработалось корректно. Ну и еще есть операция остаток при делении. Для этого нужно просто указать здесь знак процентов. В таком случае, когда мы поделим 50 на 33, у нас, конечно же, не получится целочисленное деление, и поэтому здесь будет как бы остаток при делении равный 17. Вот если это все сейчас запустить, то вот мы это как раз и замечаем. Также у нас еще выводится точка 0. Это выводится по той причине, что мы используем float. Если здесь использовать integer, ну или, например, там short, то в таком случае значения после точки, опять же, конечно, не будут выводиться. Ну и помимо вот этих вот математических операций, мы можем также еще проделывать различные сокращенные математические действия. Вот предположим, к нашей переменной res я бы хотел добавить, ну, предположим, число 10. Как это можно сделать? Я вот здесь могу прописать, что к res мы добавляем число 10. Это все обработается абсолютно корректно. У нас результат будет 27. Но также мы можем выполнить более сокращенное действие. Оно выглядит следующим образом. То есть это плюс равно 10. В таком случае мы, получается, делаем точно то же самое. Мы к этой же переменной добавляем 10. Если нам нужно выполнить вычитание, просто минус здесь можем установить. Также можно выполнить умножение, деление или даже получение остатка при делении. То есть это различные просто сокращенные математические операции, которые можно выполнять над одной и той же самой переменной. И еще есть один нюанс. Если вдруг нам необходимо к переменной добавить единицу, то в таком случае можно записать это все вот в таком формате. Конечно же, это можно записать еще в более обширном формате. То есть к этой же переменной мы добавляем 1. Или это все можно вообще в супер минималистичном формате записать. Просто res++. В таком случае мы на единицу увеличили эту перемену. Если нужно уменьшить на единицу, то res-минус-минус. И вот мы ее уменьшили на единицу. Такие все вот эти сокращенные операции можно проделывать не только с float, но и с любыми другими типами данных, что работают с числами. То есть это integer, short и так далее. Ну и на данный момент мы давайте еще с вами разработаем какой-либо супер примитивный калькулятор. Для начала мы чуть выше, здесь будем просить пользователя, чтобы он ввел какие-либо данные. Например, введите первое число. Ну и здесь мы будем просить пользователя ввести первое число. Также чуть ниже давайте мы еще напишем введите второе число. Далее здесь мы давайте создадим, ну то есть вот эти вот перемены, я сейчас их поудаляю. И мы их просто заново как бы создадим. И в них мы будем получать информацию уже от пользователя. То бишь мы используем с вами scan next float. Если хотите получать не тип данных float, а например тип данных integer, то конечно же здесь укажите integer, а здесь используйте метод next int. Я допустим уже буду все-таки с float работать. И тут мы будем также получать еще второе число. То бишь мы прописываем с вами float, нам два. Ну и получаем данные от пользователя. И чуть ниже мы давайте будем с вами выводить полностью весь результат. То есть здесь мы во-первых будем просто выводить слово результат, а уже еще чуть ниже будем выводить различные действия. Например давайте мы может не будем здесь особо сильно заморачиваться, а просто будем делать вот как. У нас будет несколько переменных res, и в них мы будем записывать различные действия. То есть например в res1 у нас будет сложение, потом будет вычитание, в res3 у нас будет умножение, ну и наконец давайте еще здесь будет просто деление. Также можно остаток при делении, но давайте мы остановимся только на этих четверых. И тут мы просто будем выводить res1. Дополнительно хочу делать перевод на новую строку, дальше res2. И чтобы мы это все ускорили, я просто здесь несколько раз это скопирую. То есть здесь res3 и res4 соответственно. Окей, запускаем нашу программу. И сейчас посмотрим, что же у нас по итогу получилось. Он просит, чтобы я ввел первое число. Давайте введем например 45, также введем второе число 5. Кстати говоря, если здесь ввести число 0, то конечно же у нас вот здесь будет выдаваться ошибка, потому что законы математики никто не отменял, на 0 делить нельзя. Ну, мы давайте нормальное число введем, например 5. И вот мы получаем весь необходимый результат. Конечно же везде еще прописывается точка 0, потому что мы используем float, но по факту все работает корректно. Вот сложение, вычитание, умножение и соответственно деление. Все обрабатывается верно. Конечно, наш калькулятор он максимально примитивный, но сделать его чуть лучше мы с вами сможем немного позже, когда изучим различные условные операции. Ну что же, на этом наш видео урок подходит к концу. Надеюсь, этот урок вам понравился. И если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok